Многие из нас очень любят блюда, приготовленные из картофеля. И я тоже люблю картошечку. Многие даже применяют картошку в виде исцеляющего средства при наличии гастритов и язвы желудка. Свечи из картофеля применяют для лечения геморроя. Но далеко не все знают, что картофель применяют тогда, когда кто-либо обжегся. Будь то ожог кипятком, или маслом, или паром, или тепловой ожог, помогает данный рецепт при разной степени ожогов и разной площади ожога. Картофель по силе своего воздействия превосходит сильно действующие фармацевтические препараты. А применять картофель в такой сложившейся ситуации очень просто. Главное здесь быстрота действия. Нужно просто взять картофель, вымыть его и очистить, и быстро натереть на крупной терке. И полученную кашицу как можно быстрее разместить толстым слоем на место ожога. Обращаю ваше внимание на то, что слой картофеля нужно менять как можно чаще, буквально в течение 5 минут. А точнее сказать, менять нужно сразу же, как только масса нагреется. В течение 2-3 часов температура на месте ожога снизится, и тогда в очередной раз, поменяв картофельную массу, можно будет прибинтовать. И менять уже через 2-3 часа. Если ожог большой, нужен будет помощник, возможно и не один, которые будут тереть картофель. От применения картофеля впоследствии на коже не будет шрамов, и очень быстро при ожоге уходит боль. А это очень важно. Всего вам доброго. Будьте здоровы.